Итак, всем привет! С вами снова SF. У нас в гостях сегодня Михаил Куделин, финансовый координатор в British American Tobacco, и Никита Федоров, менеджмент-трене второго года, соответственно, тоже в British American Tobacco. И тема сегодняшней встречи у нас это карьера в FMCG, в частности, карьера в финансовом отделе компании British American Tobacco. Вот я, естественно, передаю слово тогда ребятам, они будут вдвоем там по очереди, я так понимаю, рассказывать вам про карьеру этой компании, и давайте тогда будем внимательно их слушать. Всем привет! Всем привет! Мы бы хотели начать нашу презентацию с того, что мы представимся, кем мы работаем, как попали в БАД, и какой уже на данный момент карьерный путь успели пройти. Меня зовут Михаил Куделин, я пришел в БАД в 2014 году еще на должности амбассадора. Амбассадор – это человек, который в институте или университете представляет British American Tobacco и рассказывает про карьерные возможности. То есть это человек в штате HR, который, грубо говоря, представитель БАД в конкретно своем университете. Соответственно, через полгода у меня была назначена должность амбассадор-тим-лидер, то есть кроме того, что я координировал по своему университету все мероприятия, а также по Питеру, так как я учился там, то еще и параллельно координировал работу всей команды амбассадоров по России, и совместно мы внедрили такое мероприятие, как BAT Case Competition. О нем вы можете узнать подробнее на карьерном сайте BAT, а также в официальных группах ВКонтакте и в Фейсбуке. Это стандартный кейс competition, такой же, как проводят, в принципе, большинство крупных компаний международных в России, построен по той же модели и нацелен на то, чтобы выявить молодых талантов среди университета, чтобы эти люди получили определенные преимущества при отборе на программу GGP, то есть менеджеров-стажеров, о которой мы расскажем чуть позже. Соответственно, далее занимал ряд должностей в Marketing Finance, это отдел финансов, который занимается аналитикой инвестиций в маркетинг, и на данный момент работаю в Operational Finance, то есть отвечаю за контроль по капексным затратам в мануфэкчеринг по России. Меня, соответственно, зовут Никита, в BAT с самого начала 2016 года. За это время успел побывать в четырех разных отделах. Ну, как вы знаете, вот эта программа GGP, ты постоянно ратируешься между отделами. Первый отдел, который я посетил, был ЦФУ, Центр финансовых услуг, что, в принципе, является аналогом бухгалтерии. Затем проходил assignment в Treasury, отвечал за построение кэшфлоу. Затем было назначение в Ops Finance. Там я успел поработать в нескольких стримах. Я занимался и репортингом, работал в отделе Make, занимался с экспортными задачами. То есть довольно много было задач из различных направлений обстрима. И сейчас, в данный момент, нахожусь на assignment в marketing finance, занимаюсь прайсингом. В ближайшее время прохожу на brand investment отдел и буду заниматься построением бизнес-кейсов в основном. То есть довольно так различалась активность за этот год, который я провел в BAT. Сейчас Миша расскажет немножечко более подробно, что вообще такое British American Tobacco, для тех, кто не знает. Соответственно, что такое British American Tobacco? Возможно, многие из вас что-то слышали, кто-то не слышал много информации. Соответственно, это очень крупная FMCG-компания, которая входит в Fortune 500 по миру. Она котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже и, соответственно, в России входит в топ-30 крупнейших компаний по России. Не FMCG, а, в принципе, всех. Соответственно, в мире мы работаем более чем в 200 странах. Соответственно, от Бразилии и Аргентины до Южной Кореи и Австралии. Соответственно, доля рынка наша по всему миру составляет 24,2%. И более 50 тысяч сотрудников работают у нас. Соответственно, на 55 рынках из 200 с лишним мы являемся лидерами, что, как вы понимаете, является очень большим достижением. То есть наша доля четверть не только, в принципе, как факт, но она еще и является лидирующей. И во всем мире мы имеем 44 фабрики, из которых две находятся в России, в Питере и в Саратове. В Питере является фабрика одной из самых трех крупнейших в мире. Соответственно, по России у нас работает более 2 тысяч человек. Наша доля рынка на текущий момент 22 с лишним процента. И мы работаем во всех крупных городах России и во всех регионах. То есть от Калининграда до Камчатки есть наши сотрудники, наши представители. Вот. Миша немножечко рассказал про наши финансовые показатели, про наши успехи. Но все это достигается за счет прекрасных сотрудников, которые работают у нас. И для этих же прекрасных сотрудников БАД России является просто потрясающим лучшим работодателем России, что подтверждается многими компаниями, многими исследованиями, такими как ЭОН, Топ Эмплойер, Юниверсом. Ежегодно БАД России становится победителем различных номинаций, как в России, так и в Европе. Должно было быть видео, но, к сожалению, у нас не получается его запустить. Затем, когда выложат презентацию, посмотрите. Это небольшой ролик о том, как вообще проходит жизнь обычного сотрудника БАД России. Данное видео также есть в нашей группе ВКонтакте, в Фейсбуке и на карьерном сайте БАД Раша. Никита, спасибо за ваш вопрос. Мы на него ответим в конце презентации обязательно. Сейчас пока продолжим дальше, чтобы не потерять суд. Что касательно истории успеха. То есть многие задаются вопросом, думают о том, чтобы построить карьеру в финансах, обязательно идти в Big3 Consulting, обязательно идти в IB, но в MSG сложно построить карьеру. На самом деле это не так. Я и Никита сейчас продемонстрируем вам шестерых людей. Это не все, это в принципе рандомно выбранные люди, которые прошли у нас как раз программу MT, и они добились очень больших успехов в нашей компании. В первую очередь хотелось бы рассказать про Владимира Шилова. Это левая фотография. Человек в 2006 году попал на программу MT, сейчас которая называется GGP. В 2008, спустя два года он ее закончил, и на текущий момент он является уже финансовым директором по коммерческим финансам в регионе Восточной Европы, Ближний Восток и Африка. То есть человек прошел длинный карьерный путь за очень короткий период. Соответственно, он был и финансовым менеджером, и финансовым контролером в БАТе, так называются, заместители финансового директора. Причем он был финансовым контролером во всех практически отделах финансов, и впоследствии сначала он занял должность финансового директора в Иране, и в прошлом году уже на целый регион. Следующим является Андрей Корнилов. Андрей Корнилов также в 2008 году закончил программу MT. Он занимал различные также должности и в аудите, и в корпоративных финансах, и в финансах маркетинга, и занимал также должность и менеджерский, и заместителя финансового директора, то есть финансового контролера. И в прошлом году он после Владимира Шилова уехал в Иран, занял должность финансового директора. Виктория Степанова, третий человек на нашем слайде, она также в 2008 году закончила программу MT, точно так же, как и все они, занимала различные менеджерские позиции, в том числе также и финансового менеджера, и старшего финансового менеджера. И в прошлом году она получила должность руководителя отдела финансов маркетинга, то есть тот самый маркетинг-фэнанс, о котором мы уже говорили. Это большая должность, это заместитель финансового директора, и у нее в подчинении несколько десятков людей. Сейчас поговорим про выпускников, которые выпуссились чуть позже. Первый коллега, который вы видите, это Яна Разбакова, находится слева на картинке, по совместительству сейчас является моим линейным менеджером. В 2011 году, закончив университет в Англии, она попала на программу, за два года закончила ее, затем попала на позицию финансового менеджера по торговому маркетингу, затем стала старшим финансовым менеджером, то есть всего лишь четыре года. Она успела сменить всего лишь две должности, но стала управлять целым отделом. Чтобы вы понимали, старший финансовый менеджер – это человек, имеющий большие responsibilities уже, то есть человек, от решения которого зависят довольно большие вещи. Скажем так, это должности такого же уровня, как, например, у нас есть бизнес-юниты, в которых работают наши представители по России, и человек такой же уровня иерархии должности – это бизнес-юнит-менеджер, у него в подчинении 200-250 человек, то есть это человек, который действительно принимает бизнес-решения. Дальше, соответственно, хотелось бы отметить пример Елены Студенковой. Это средняя фотография на слайде. Она закончила программу в 2009 году, уже в 2013, то есть тоже спустя четыре года, она заняла должность старшего финансового менеджера. Она для нас является примером человека в World Life Balance, потому что она мало того, что успела построить очень быструю и успешную карьеру и заняла высокую должность за короткий срок, но и, соответственно, уделяет большое внимание своей семье и своему ребенку. И, как вы видите на слайде, в 2015-2016 году она была в отпуске по уходу за ребенком, что очень здорово, и мы очень рады, что человек реально находит возможность совмещать и личную жизнь, и семью, и карьеру. Справа на картинке вы видите Олега Марченко. Это пример человека, который уже успел получить небольшой финансовый опыт за пределами БАТа. То есть, закончив вышку, он проработал некоторое время в Эрсен-Ян, затем попал на программу менеджеров-стажеров, за два года закончил ее. Сейчас занимает должность старшего финансового менеджера, то есть, на уровне с Яной Разбаковой, с Еленой Студенковой, отвечает, работает в отделе бренда инвестмент. Соответственно, что бы мы хотели вам рассказать в следующую очередь? Карьера – это очень здорово, и мы действительно все замотивированы в компании, видя такие истории успеха людей, которые действительно в очень короткие сроки добились очень больших результатов. Но мы также хотели бы вам рассказать, в принципе, про наш рабочий процесс, как мы живем в БАТе, чем мы занимаемся, как у нас построена работа целой команды, какие у нас ценности. Мы уже оба не первый год находимся в компании и успели, в принципе, повидать многое. И в отличие от многих других компаний, у нас очень развито именно не только рабочие процессы и построение определенных деловых отношений, но также очень развиты именно внутриличностные отношения внутри команды, то есть так называемый Team Spirit. У нас огромное количество различных тренингов, мероприятий, тимбилдингов, которые направлены на то, чтобы действительно развивать людей. Причем это не только официально, но и именно между нами. У нас в офисе, например, стоят настольные футболы, у нас есть PlayStation, на которых мы можем спокойно поиграть с нашими руководителями, то есть тем же финансовым директором или директором по маркетингу можно спокойно подойти, поиграть в FIFU на PlayStation. Это абсолютно нормальная практика. У нас нет никаких высоко иерархичных стен, то есть можно, если у тебя какой-то вопрос к человеку из совета директоров, ты можешь к нему подойти, сказать, что вот такой-такой вопрос и спокойно обсуждается. Василий, также спасибо за ваш вопрос, мы тоже на него ответим в конце презентации. Соответственно, более того, у меня есть еще опыт того, что я работал и в головном офисе, и на фабрике в Питере. Соответственно, и там, и там у нас очень интересные разные люди, по-разному нацелены именно должности, то есть поработав в маркетинг-файнанс в главном офисе, получилось познакомиться именно с структурой маркетинга, с тем, как действуют различные отделы, и, соответственно, с этими людьми. Когда я переехал в Питер работать на должность operational finance, я базирую сейчас в Питере, то, соответственно, я уже ближе смог познакомиться именно с производством, с процессами производственными, то есть как делается продукция, что зачем и какое оборудование. Это тоже очень интересно с точки зрения личностного развития и профессионального в том числе. Ну, а чуть больше рассказывая про профессиональное развитие, вы, многие, наверное, из вас знакомы с такой программой, как ACCA. В БАТе поддерживается аналог данной программы СИМа. БАТ предоставляет возможность оплачивать данные курсы, то есть он позволяет вам закончить и полностью получить диплом по СИМе. Также время от времени, несколько раз в год, приглашаются выдающиеся тренера, что из России, что из-за рубежа, которые приезжают и проводят несколько дневные тренинги, на которых вы учитесь не только профессиональным навыкам, но и лидерским каким-то скиллам. То есть с профессиональной точки зрения вы также учитесь не только на работе, но и БАТ предоставляет вам возможности для того, чтобы научиться вне ее. Миш, давай следующий слайд. Соответственно, мы бы также хотели вам рассказать про основные пути того, как можно попасть в БАТ и успешно начать строить вашу карьеру. Таких основных пути два. Это именно программа GDP Global Graduate Program, о которой расскажет Никита, и также летняя стажировка для текущих студентов со второго по последний курс, о которой вам расскажу я. Говоря про программу Global Graduate Program, эта программа длится 18 месяцев от начала до конца. Направлена на развитие лидерских качеств и профессиональных навыков. То есть вы будете развиваться не только как профессионал финансового дела, но и развивать свои лидерские навыки, лидировать процессы, лидировать людей, становиться менеджером, будущим менеджером. Во время данной программы, что очень важно, к вам прикрепляется персональный коуч, то есть человек, который всегда поможет выручить, даст совет. Это человек, который занимает довольно высокую должность, который сам прошел через карьерный путь в БАТе. И действительно у данного человека есть чем поделиться. Он помогает тебе строить свои какие-то финансовые задачи, достигать их. Он помогает тебе общаться с твоими будущими линейными руководителями и, в принципе, поддерживает во всех твоих начинаниях. То есть поможет от того, чтобы там, скажем, как записаться на ту же самую симу и как там строить кэш-плоу, может быть, дать пару советов, до того, как правильнее вести себя в коллективе, как там, я не знаю, поддержит, в общем, в любой ситуации. Данная программа в конце обучения предлагает БАТ-академию. Это двухнедельный тренинг в Англии, куда съезжаются ребята, которые проходят на данной программе Global Graduate Training по всему миру, от Азии до Америки. Они все съезжаются в Англию и проходят двухнедельный тренинг с топ-менеджерами БАТ. Допустим, в прошлом году мы видели фотографии, на данном тренинге присутствовал даже CEO БАТ, Никандро Дюранте, что как бы очень неплохой нетворкинг. Затем, после того, как вы проходите данный тренинг, у вас появляется бизнес-проект. Бизнес-проект, который вы ведете по Скайпу с такими же Global Graduate Training из других стран. Вместе занимаетесь, вместе работаете над данным проектом. После окончания программы за вами закрепляется роль менеджера. Требования следующие. Выпускник в лозу не более трех лет. То есть у вас абсолютно замечательно, если у вас уже есть небольшой опыт, он только вам поможет, скажу по себе. То есть я вот полгода работал в другой компании до того, как пришел в БАТ. Свободный английский. Он вам понадобится 100%, потому что вы общаетесь. Как и в Москве есть менеджеры, которые приехали из Канады, Англии, Южной Африки, отовсюду. И готовность к переездам. Как вы уже видели из истории успехов, многие из наших бывших ММТ переезжают в другие страны. То есть там в Англию, в Иран. Так что готовность к переездам, ну, будучи студентами или выпускниками, мне кажется, готовность к переездам это не особо такая страшная вещь. Это наоборот круто. Условия почти 90 тысяч в месяц. И ежегодный бонус успехам работы компании за предыдущий год. Если вы проживаете в другом городе, не в Москве, в другом регионе, то вам прилагается релокационная поддержка при переезде. Ну и, соответственно, полная занятость. Сам я был на данной программе вот уже второй год пошел. За это время пока что не успел разочароваться. Все интересно. Из-за того, что у тебя есть постоянные ротации, то ничто никогда не успевает надоедать. Ты только вливаешься, только тебе становится по-настоящему интересно, у тебя по-настоящему начинает что-то получаться. Ты идешь на следующий ассаймент. То есть ты всегда загружен, загружен интересными задачами, как будь то проектные какие-то активности, будь то бизнес-as-usual задачи. То есть у тебя всегда есть что поделать, но это всегда интересно и всегда что-то новое. Никогда не было такого, чтобы ты сидел и просто занимался одним и тем же в течение месяца или два. Ты всегда идешь вперед, всегда чем-то развиваешься. Для меня это, наверное, одна из самых важных составляющих БАТа и составляющих данной программы. Сейчас Миша чуть больше расскажет про второй способ, как попасть в БАТ, про летнюю стажировку. Что касательно летней стажировки. Соответственно, я сам начинал свой путь в БАТе, как я уже рассказывал, после амбассадорства именно с летней стажировки. Причем летней стажировки в Питере на фабрике. То есть прошу вас обратить внимание, что стажировка – это не только Москва. У нас проводят, в принципе, стажировки, набирают людей везде, где есть наше представительство. То есть и в головном офисе в Москве, и в Питере, в Саратове на фабриках, и во всех бизнес-юнитах. То есть это все крупные города России. Я хочу сразу сказать, летняя стажировка – это не перебирание бумажек. Летняя стажировка – это полноценный, интересный проект, который вам дает ваш линейный менеджер. Причем он подразумевает реальное вовлечение в бизнес, реальный челлендж людей, которые значительно выше тебя по грейду. И, соответственно, после этого ты делаешь проект и показываешь результаты своего конкретного дела, которое ты заканчивал в течение стажировки. Более того, в течение стажировки все стажеры в конкретном городе объединяются для того, чтобы сделать какой-то общий проект, то есть показать свою возможность работать в команде, что очень ценится в бате. И потом это точно так же презентуется руководству компании, и на это обращают очень большое внимание. То есть все летние стажеры проходят стажировку примерно 24 месяца. То есть это именно тот период, который вы можете, исходя из ваших занятостей на сессии, начала учебы. То есть это все обсуждается лично. То есть нет такого, что вы жестко должны выйти в какое-то время. Это все разрешается обсуждать. Более того, хотелось бы сказать, что действительно у летних стажеров есть преимущества при отборе на программу GGP. И опыт показывает, что есть ребята, которые действительно получили эти преимущества и впоследствии успешно прошли на эту программу отбор. Как я уже сказал, требования это студенты от второго курса и до последнего. И английский здесь не столь строго смотрится, как на программу GGP, где вы должны и поехать в Британию, и делать какой-то проект с другими рынками, и общаться более плотно с руководством компании, которая некоторые люди не говорят свободно на русском. То есть подразумевается ваше знание английского. Здесь разрешается знание английского на уровне интермидий. То есть у нас действительно все процессы построены на то, что у нас много документов, много презентаций говорится на английском, поэтому это знание вам будет нужно. А на оплачиваемое, что очень здорово. То есть у вас будет не просто бумажка о том, что как вы классно прошли стажировку летом и получили бесценный опыт, но также это реальная возможность заработать реальные деньги, которые никому лишними не бывают. И второе – это полная занятость. То есть это действительно полный рабочий день. То есть вы с утра до вечера вовлекаетесь целиком во все процессы, знакомитесь с менеджерами, знакомитесь либо с производством, если на фабриках, либо с маркетингом или другими отделами, если вы находитесь не на фабрике. Соответственно, на слайде сейчас вы видите сайты, на которых есть очень много детальной информации о EGP-программе. Это отвечая на вопрос человека под именем E, как проходит процесс отбора, что включает в себя ассессмент, какое количество людей планируется принять в рамках программы. На сайте badgraduates.com вы можете найти ответы на все интересующие вас вопросы. То есть если в двух словах, то процесс отбора происходит просто. Вы, соответственно, регистрируетесь, проходите тесты, проходите собеседование и впоследствии вас, причем это собеседование как по телефону, так и живое. И после чего вас приглашают на ассессмент-центр. Ассессмент-центр состоит из нескольких частей и включает в себя командные решения различных бизнес-кейсов. После чего последним этапом является прохождение финального интервью с Head of Function, в которое вы попадаете. Финансы, маркетинг и так далее. После чего вам делаются офферы. Соответственно, про летние стажировки точно так же вы можете посмотреть в карьерном разделе сайта btrussia.ru.com а также в группах ВКонтакте и в Facebook. Вы можете записать e-mail внизу на слайде указан Екатерины Вайзман. Это наш сотрудник таланта, который набирает людей как на GGP программы, так же и на летней стажировке. Она готова вам будет помочь, подсказать и пообщаться на предмет вашего участия в отборе. Теперь предлагаю пройтись по вашим вопросам. Спасибо вам большое. На данный момент, пожалуйста, задавайте их, пишите активно в чате, и мы с Никитой постараемся вам на них ответить. Первый такой вопрос более макроэкономический. Каковы перспективы компании с учетом нынешних макроэкономических условий и ужесточения правового регулирования продажи товаров компании? Это Никита задал вопрос. Никита, спасибо за ваш вопрос. Если вам интересна аналитика и глубокие отчеты по нашей работе, по нашим результатам, по рынку, то вы можете ознакомиться с ними на сайте betrussia.ru или на глобальном сайте betrussia.ru программа подготовки менеджеров индивидуально, от чего это зависит? Ну, официально сроки подготовки менеджмента не полтора года на данный момент, но, естественно, это может зависеть и варьироваться от ассаймента к ассайменту, то есть это никогда не будет варьироваться, скажем, что вам лишний год накинут на данную стажировку, но варьироваться от месяца к месяцу легко. Скажем, у вас затянулся проект, там какой-нибудь сдали более интересный глобальный проект, предложили возможность, вы согласились и лишний месяц-полтора, то есть такие кейсы случаются. Бывает, что люди заходят на свою роль немножечко раньше, чем их программа заканчивается, то есть они приступают к выполнению своих непосредственных задач, позиции, на которые они должны были выйти, приступают к выполнению данных задач немножечко ранее. Ничего в этом страшного нет, то есть как бы спрогнозировать нельзя, но то есть минус полтора месяца. Ну и также мы хотели бы обратить внимание, что выпускники программы GGP сразу же получают менеджерскую позицию за полтора года. Это очень быстрый результат и немногие люди, которые были на этой программе, повторяют такой результат. То есть это очень большой успех для сотрудника попасть через полтора года на менеджерскую позицию, на менеджерский грейд. Следующий вопрос, тоже похожий на предыдущий. каким образом проходит полугодовая оценка во время программы? По результату работы за прошедшие полгода вы садитесь и у вас проводится интересная беседа с вашим линейным менеджером и с вашим коучем, где коуч выступает вроде в роли медиатора между вами и вашим линейным менеджером. вы обсуждаете все задачи, которые были поставлены перед началом ассаймента. Также, когда вы ставили эти задачи у вас, вы также проставляли критерии выполнения данных задач, то есть вы ставили по вашему мнению, что нужно выполнить для того, чтобы выполнить эту задачу на прекрасно, что нужно сделать, чтобы выполнить эту задачу на вышеожидаемого, грубо говоря. Соответственно, после этого вы проходитесь по каждой из задач, смотрите на ваши результаты и затем ваш линейный менеджер вместе с коучем посоветовался и приносит вам оценку. То есть ничего, как бы, все довольно ожидаемо. Собственно, после программы, когда вы занимаете какую-то позицию, вы точно так же садитесь, но у вас коуч уже играет менее формальную роль, то есть коуч не принимает участие в вашей оценке, коуч может вас наставлять дальше по вашему движению по карьере, но именно когда вы уже находитесь на позиции, вы общаетесь только напрямую с вашим линейным менеджером, то есть вы заранее, за полгода ставите какие-то определенные задачи, причем достаточно четко, чтобы их более четко достигнуть, и потом по результату работы вы садитесь и точно так же обсуждаете, вы говорите свою позицию, менеджер свою, то есть здесь именно открытый диалог, это не какой-то конструктивный только фидбэк со стороны вашего менеджера, но это реально открытый взаимный диалог, где в результате вы ставите какую-то конкретную оценку. Далее, почему экспаты едут в Россию? Делиться опытом или это их личное желание? Ну, скажем так, здесь больше любое движение с точки зрения позиций нравится не желанием людей, а именно бизнес-необходимостью, то есть желание людей всегда учитывается, вы имеете право это открыто заявить, сказать, куда бы вы хотели, и это, безусловно, учитывается, но в первую очередь учитывается именно бизнес-необходимости конкретные, и действительно люди из России едут за границу делиться опытом русским, и люди из зарубежных стран, то есть, как вы назвали правильных экспаты, точно так же едут в Россию, то есть, это действительно настроено и для того, чтобы делиться опытом, и для того, чтобы люди получали как можно больше собственного личного опыта, работая на разных рынках, на разных должностях. Как выглядит идеальный претендент на летнюю сожировку в направлении учебы, вуза, активности, как в компании относятся к курению сотрудников? Хотелось бы ответить сначала со второго вопроса. Это вопрос очень часто задаваемый, в принципе, сотрудникам компании. Скажем так, в компании нет обязательного какого-то требования, что сотрудники должны курить. Здесь пропорция курящих и не курящих такая же, как и, в принципе, везде. То есть, если вы хотите узнать, сколько процентов курят в компании, посмотрите, сколько процентов курят по России. То есть, здесь никаких жестких требований или обязательств по этому нет. И это никак не влияет ни на вашу работу, ни на ваш карьерный путь. То есть, абсолютно нейтральные отношения. Я, например, не курю. Соответственно, как выглядит идеальный претендент на летнюю сожировку? Это студент, который, как мы уже обсуждали, со второго курса, который хорошо знает английский и, в принципе, способен на нем разъясняться и что-то рассказать. Человек, у которого горят глаза и человек готов работать в определенных командах, в определенных проектах, который хочет привнести что-то. То есть, как одна из ценностей Бата, это отношение к работе как к собственному бизнесу. То есть, если вы действительно человек с активной жизненной позицией и хотите что-то интересное привнести, и хотите привнести свой позитив, свой опыт в работу компании, то всегда welcome. Пожалуйста, отправляйте нам резюме и с удовольствием наши сотрудники HR его рассмотрят, с вами созвонятся и предложат для вас лучший вариант. Дальше, я думаю, что мы на этот вопрос уже отвечали, точнее, эту информацию уже доносили, но можно, в принципе, продублировать. Какой стартовый селери после стажировки? Скажем так, после стажировки летний или после стажировки менеджера-стажера? Скажем так, в любом случае уровень зарплат это достаточно информация конфиденциальная, но она на уровне среднерыночной среди всех FMCG-компаний и, соответственно, очень конкурентоспособная. То есть, вы видели зарплату, которая официально разглашается, ее можно говорить по GDP-программе, то есть, сами должны понимать, что это вот текущий уровень зарплаты, который человек будет получать, придя в компанию. Соответственно, вы должны отталкиваться от данной цифры. Следующий вопрос конкретно, Китти, поделись советом прохождения асессмента. Асессмент, давайте скажем на чистоту, это был один из первых асессментов, который я вообще проходил когда-либо, точнее, первый, буду честен совсем. Было сложно, много что прочитал об этом на форумах, на различных сайтах, в интернете, мне было очень интересно, что же вообще из себя представляет асессмент, начитался, много глупостей, что приходят люди, которые пытаются тянуть на себя одеяло, которые просто пытаются показать себя, то есть это происходит не как командное какое-то упражнение, а больше как просто 6-7 человек сидят и пытаются доказать, что они лучше других. К счастью, мне абсолютно попалась другая команда ребят, попались очень интересные студенты, выпускники, вышки, еще там пару университетов, не очень помню, очень начитанные, умные, проходящие бизнес-кейсы, очень много тренировались до того, как пришли на асессмент, то есть подготовка была, люди были подкованы как финансово, так и со стороны работы в команде. На самом деле, я не скажу, что был какой-то секрет прохождения, ну как бы банально это ни звучало, быть собой. Были моменты, что мне казалось, что я провалил свое собеседование, были моменты, что мне казалось, что наоборот, я что-то делал очень правильно. В итоге меня взяли, значит, вероятнее всего, сделал я что-то правильно в конце концов. Но честно, разница от случая в случае, правда, главная вещь, будьте собой. Если вы будете притворяться и пытаться показаться каким-то, знаете, человеком, который просто хочет всех ублажить, просто хочет попасть в данную компанию, во-первых, это все увидят и это идет несколько вразрез с нашими главными ценностями, а во-вторых, вам самим не будет интересно работать в компании, в которой для того, чтобы попасть в нее, вам приходилось притворяться. Так что будьте собой, у вас все получится. Не получится у нас, не сомневаюсь, получится где-то еще. Как HR относится к резюме в стиле консалтинг IB? В кавычках на английском, черно-белый, достаточно стандартный, лаконичный. Есть ли смысл пытаться визуально выделиться в этом плане? Отлично относится. Резюме в принципе должно быть лаконичным, понятным и доступным. Наши HR, как и все HR, любят, чтобы они открыли резюме, его прочитали, у них сложилось первое впечатление о том, с кем им предстоит общаться. То есть нет необходимости, как там было написано у Александра. Есть ли смысл пытаться визуально выделиться в этом плане? Пожалуй, нет. Скорее, это резюме должно быть просто информативным и лаконичным. Отлично. Следующий вопрос, тоже что-то про зарплату идет. Правда ли, что после летней стажировки в БАТ зарплата значительно падает? Как мы уже говорили, это вопрос достаточно конфиденциальный, но нет, не правда. Вопрос про кейс, который тоже озвучивался на сегодняшней встрече. Известно ли что-нибудь про финал или полуфинал БАТовского кейса в прошлом году, как это все проходило? Именно с этим бизнес-кейсом имел прямое отношение, потому что я был тим-лидером команды, которая его, в принципе, придумала, внедрила. Соответственно, опыт знаю, как и что было. Соответственно, это интересно. То есть у вас сначала проходит видео-интервью, вы, соответственно, записываете презентацию своей команды и после этого, после результатов отбора вам сначала присылается один кейс, потом следующий и так до последнего финального этапа, который проходил здесь в Москве в хед-офисе компании и асессорами точно так же являлись наши топ-менеджеры, в том числе те, о ком мы уже рассказывали. Скажем так, что в тот год, когда я организовывал кейс, очень многих ребят из кейс-чемпионата с финала позвали на ассессмент на MVP. Результаты, конечно, ассессмента я вам рассказать не могу, но они были достаточно успешными. Какой был формат, какие были задания, мини-кейсы или что-то другое, то есть я не знаю, это относится к личному раунду или это относится к финальному раунду, то есть не очень понятно. А, финальный раунд. Это был нормальный полноценный кейс. Ну все, теперь знаете, Виктор. Вы заряжены на успех, теперь подавайте заявочку в кейс-чемпионат, участвуйте, успешно его выигрываете. Смотрите, вы наверняка там мечтали до того, как в БАД пошли работать в IB, в консалтинге и так далее. После того, как вы сейчас поработали несколько лет в БАДе, полюбили ли вы свою работу сейчас настолько, что вас, в принципе, вообще то направление особо не интересует? Или вы в любом случае рассматриваете в будущем возможность попасть в этот финансовый сектор buy-side, sell-side? Как мы уже сказали и показали на живых примерах, карьеру можно сделать классно и у нас. При этом я лично знаком со всеми людьми с этими и один из них также является моим коучем, соответственно, честно признаться, работа очень нравится. Обратите внимание, время 8 часов вечера, мы с Никитой в офисе и мы позитивно настроены и нам очень нравится. На самом деле работа интересная, очень много разностороннего опыта. Очень много различных кейсов, различных задач, которые реально вас развивают. Вы, смотря назад, понимаете, что вы действительно растете здесь в этой компании и вам дают эти возможности для роста. То есть вам дают двигаться горизонтально, двигают вас вертикально по результатам вашей работы. И достаточно много дополнительных в компании есть преимуществ, которые нацелены на то, чтобы развивать вас и как профессионала, и как личность. То есть, если сказать более неформально, то да, здесь очень нравится. То есть, я так понимаю, вы не собираетесь через несколько лет переходить куда-то в консалтинг или что-то вроде этого или в другие FMCG-компании? Как вообще? Какие ощущения? Это же правда, это довольно разные вещи. Консалтинг, аудит, FMCG. Здесь абсолютно разные подходы, здесь абсолютно разное мышление. Люди, которые попадают сюда, которые проходят через асессмент-центр и попадают на стажировку либо на Global Graduate Program, априори немножечко отличаются от людей, которые хотят попасть в IB. Соответственно, ну, не знаю про Михаила, говорю за себя. Я, естественно, когда я учился в университете, я рассматривал варианты, может быть, пойти в KPMG, может быть, пойти в какой-нибудь BCG. Рассматривал, читал, но просто не мое, мне понравилось здесь и, честно, кому что? Такой вопрос тогда, смотрите, у вас есть какие-то желания там пойти на MBA через какое-то время и как к этому относится компания и требуется ли это для роста внутри компании или, в принципе, вот на уровне там бакалавры или сколько у магистра есть, на это можно остановиться? Скажем так, у нас люди, которые попадали именно на программу GGP, имеют разное образование и бакалавры, и магистры, и лично я MBA не знаю никого, кто попал на GGP, вполне вероятно, что такие люди были. С точки зрения наличия и отсутствия MBA, скажем так, у нас в компании очень развита тема, что большую часть опыта, знаний и умений вы получите именно в течение бизнес-процесса. Плюс, как мы уже говорили с Никитой, у нас очень поддерживается именно учеба на CIMA, что и оплачивается компанией, и, соответственно, наши руководители очень нас мотивируют на то, чтобы учиться и эффективно ее сдавать. Это действительно у нас очень поддерживается и поощряется в финансовом отделе. Следующий вопрос с Александра, но я думаю, что вы на него уже ответили. Надо ли, дает ли преимущества какие-то вообще? Вы уже сказали, что компания рассчитана на то, что большинство знаний вы получите уже непосредственно в бизнесе. В любом случае, Александр, скажем так, если у вас есть диплом бакалавра, вас уже будут рассматривать как кандидата на программу GGP. Нужно ли вам заканчивать программу магистратуры где-либо или нет? Мне кажется, это уже ваше личное решение. То есть я знаком с людьми, кто работает успешно и бакалаврами, и магистрами. То есть здесь уже личное решение каждого. Средний возраст участников GGP программы от 20 до 26. Да, у нас действительно очень сильно разница. Главное условие это, чтобы вы как минимум заканчивали университет в данный момент. То есть как минимум являлись выпускником. я закончил и пришел на программу GGP через месяцев 8 или 9 после того, как я закончил университет. Некоторые мои коллеги пришли через пару лет после того, как попали на данный программ, как закончили университет. Так что да, действительно очень сильная разница. Но главное не раньше, чем выпускник университета и не позже, чем 3 года после окончания университета. То есть в этом плане довольно жестко. Александр, отвечая на ваш вопрос про летнюю стажировку и про интервью, я не скажу вам, что требуется именно адванс знания по финансам, если вы хотите попасть в финансы. У вас должно быть определенное представление о финансах. Вы должны, в принципе, не в первый раз в жизни видеть Excel, иметь интермедит английский, чтобы вы могли, в принципе, сделать удачную презентацию для руководства. Но, соответственно, идеальных бэкграунд знаний у вас не будет. То есть вас не будут просить написать какие-то формулы, наизусть рассказать строчку и страницу из учебника Брейли. Такого нет, не будет. Так, ну что, я смотрю, вопросы постепенно начинают сдормаживаться. Давайте тогда, может, закончим на этом. Спасибо большое, Михаилу, спасибо большое, Никите. Спасибо и вам, что слушали нас. Спасибо, Саш, спасибо, ребят, что присоединялись. Да, всем хорошего вечера, всем пока, всем успехов. Субтитры сделал DimaTorzok